Роман Цимбалюк, журналист, присоединяется к нашему эфиру. Роман. Добрый вечер, Роман. Привет, ребят. Привет. Ром, перед тем, как начать наш разговор, мы хотели бы от всей нашей редакции поздравить тебя с днём рождения. Спасибо. Извините, что я в машине. Ничего. Главное, чтобы сбывались все мечты и чтобы победа. Поэтому я тебе от всего сердца искренне желаю именно это. И нам всем тоже. С днём рождения, Ром. Спасибо. Да, но тем не менее, спасибо, что даже в свой праздник ты присоединяешься к нашему эфиру и помогаешь нам доказывать, что и на русском языке можно говорить правду. Ром, посмотрели мы сюжет о том, как решили допечатать ещё 230 тысяч свидетельств для семей, потерявших своих родственников на войне в Украине. Это, конечно же, опосредованно доказывает правдивость статистики потерь оккупантов, которую даёт Генеральный штаб Украины. Но, вот если верить Медведеву, который заявил из последних заявлений, он говорит о том, что, возможно, ещё больше понадобится им этих свидетельств. Судя по словам Медведева, контракт с Минобороны ежедневно подписывали почти по 2 тысячи человек. А по данным зампреда Собеза, на профессиональную службу в армии с начала года записались уже 325 тысяч человек. А почему мы тогда видим дефицит, в общем-то, нехватку рук на фронте у Российской Федерации? Ну, вообще, эта история очень комплексная. Мы вот на днях, можем сказать, что празднуем ровно год, как в Российской Федерации начали проводить мобилизацию. И официально они призвали 300 тысяч российских молодых и не очень мужчин, которые могли дать потомство, извините, потому что именно российские власти очень часто жалуются на демографию. И вот за этот год никто не знает, куда они делись. То есть, по факту, каких-то успехов российской армии нет. Вот если мы вернёмся к ситуации на фронте, то сейчас российская пропаганда делает своим главным достижением, что вот идут дикие укры с натовскими танками, авромсами, леопардами. Меркаф там не хватает, конечно, но тем не менее. То есть Украина наступает и освобождает свою территорию. И вот если мы возвращаемся к вот этой вот цифре, которую опубликовало издание Вёрстка, если не ошибаюсь, это последние российские журналисты, которые были вынуждены покинуть Российскую Федерацию и работают они все из-за границы. Потому что то, что они делают, ну, это уголовно наказуемо. То есть получается, что допечатывание вот этих удостоверений говорит о том, что не хватает 230 тысяч. И мне кажется, это как раз и говорит о том, что или будет новая мобилизация в Российской Федерации, ну, или у них будут какие-то другие особенные проблемы. Ну да, вот мы опять же читаем, что в Думском комитете по обороне озвучивали планы на 420 тысяч людей. Но то есть есть большая проблема, и они ее не могут решить. В то же время Путин сегодня решил немножечко повысить себе, близкому окружению, коллегам, а также военным зарплаты на 5,5%. Как-то маловато будет, с одной стороны, для того, чтобы заманить в ряды армии новых людей, готовых пойти умирать в Украину за такие деньги. Ну и параллельно с этим стоит вспомнить, что в регионах предлагают абсолютно серьезно кормить россиян просрочкой. Потому что, в общем-то, уровень жизни тех уже упал до такого уровня. Ну, вообще, они же там всем повысили зарплаты госслужащим. И это, считай, включает себя в том числе и государственных чиновников. Так, на секундочку. И, соответственно, таким людям, как Путин или Медведев, они просто с этого смеются. Но если мы говорим о повышении зарплаты для военнослужащих, то это сигнал о чем? Что нет других мотиваций, кроме денег. И вот когда Владимир Путин говорит о том, что идут на службу ради, я не знаю, там, ради защиты Родины, не за деньги. И Владимир Путин это проговаривает. На самом деле все идут ради денег. Это единственный критерий, потому что деньги, предполагаемые за участие в войне против Украины, по российским меркам, они просто колоссальны. То есть со старта предполагается 220 тысяч российских рублей, при том, что в школах зарплата может быть там 18 тысяч рублей. Ну, то есть вы понимаете разницу. Ну, плюс за кредитовое нас население. Короче, единственный критерий, который еще позволяет каким-то образом набирать людей на войну, это только бабло. Ну, зарплаты чиновников, они еще вписываются и в предвыборную кампанию, да, в которую входит Кремль и Путин лично. Подготовка к выборам чувствуется с разных сторон. Вот, например, выходцы из ЧВК Вагнера подготовят ополчение для разгона митингов перед выборами президента в 2024 году. Вспоминается также усиление Росгвардии, которое произошло на прошлой неделе. Ром, настолько ситуация опасна для Путина, что уже подготавливают... Они реально боятся митингов, акций протеста или, возможно, повторения пригожинских бунтов? Все живое, что было в России, оно уже подавлено. И говорить о выборах в данном контексте это, в принципе, неправильно. То есть никаких выборов не будет. Ну, то есть кого? Выборы Путина. То есть если все прекрасно знают, чем выборы в России закончатся, то это не вы... Соответственно, да, они страхуются на случай каких-то беспорядков, на случай необходимости проведения очередного этапа мобилизации. Не без этого. Но это лишний раз говорит о ситуации... Извините, что тут у меня так мало света. Лишний раз говорит о ситуации, что... Как это... Глупых нет. Ну, то есть не стоит рассчитывать Кремлю на то, что им удастся собрать новые войска. И, наверное, поэтому и звучат вот эти заявления Лаврова, которые начинают рассказывать, что ну мы же все-таки и уважаем суверенитет Украины, и вот на самом деле мы не такие ужасные, как нас весь мир представляет. Это попытка откатить ситуацию назад. Что они делают? Ну, слова Лаврова, они вообще не имеют никакой ценности. Это надо признать. То есть, с одной стороны, он говорит, что уважает независимость Украины в рамках границ 1991 года. С другой стороны, он хочет неблокового статуса Украины. Ну, давайте просто зафиксируем, что у Украины до полномасштабного вторжения не было ни одного шанса вступить в НАТО. Вообще. И Украина как была в 2014 году нейтральным государством, так она такой и остается. И по факту российские фашисты, они совершили главный грех в международных отношениях, они напали на нейтральное государство. То есть, вот это все стремление к НАТО, реальное, оно следствие российской агрессии. Поэтому комментировать слова Лаврова очень сложно, особенно в контексте того, что, он говорит, мы уважаем территориальную целостность Украины в границах 1991 года, если она не вступает в НАТО. Ну вот мы не вступаем, мы же не в НАТО, мы внеблоковое государство. И тогда возникает сразу куча следующих вопросов. А зачем вы пять регионов Украины вписали в российскую конституцию с соответствующими последствиями? Ну, ситуация более чем, как мне кажется, странная. И поэтому Лаврова в данном случае я бы вообще не рассматривал как какой-то источник адекватной информации. По факту он же сказал следующее. Украина не вступает в НАТО, и мы что, уйдем с Украины? Но все же понимают, что это неудачно с точки зрения Владимира Путина и российской войны. Рома, еще один источник неадекватной информации выдал очередную порцию неадекватной информации. Я говорю о видео, которое намеренно опубликовал Рамзан Кадыров, его сын, избивающий журналиста, который якобы сжег Коран, поджигал Коран. Почему сейчас было опубликовано это видео? Что пытается доказать? Что он жив или это кадры преемника, которые показывают свою силу и готовность бороться лично со всеми неверными в Чечне? Вот эти кадры, которые вы показали, избиение человека, то есть каждый российский гражданин должен смотреть на эту ситуацию, что его избивают таким вот образом. Это реинкарнация фразы Рамзана Кадырова. Когда ему было 16 лет, он говорил, что именно тогда я убил первого русского. По факту кадыровцы демонстрируют следующее, что в России им закон не писан. То есть они это обосновывают, что человек сжег Коран, но вообще-то правило Священного Писания, оно предполагает, естественно, наказание за это действие. Только там маленькая ремарка, что должен быть суд соответствующий. Но, как мы сейчас понимаем, в России суд – это Рамзан Кадыров, и по факту он свидетельствует о преступлении, которое было сделано. И эту историю надо рассматривать в комплексе. То есть кадыровцы, они избивают русских, когда хотят, и в том количестве, когда они хотят. Они требуют и внимания. Люди в должности помощников президента России поджимают хвост и готовы изменить внимание. Учебники истории для 10-11 классов. Это просто говорит о том, что Кадыров – самый главный человек в Российской Федерации. И от него зависит все. У него больше влияния, чем у Владимира Путина. И он лишнее постоянно говорит, что «ну кто меня остановит?» Потому что все, что они делают – это полный беспредел. И эта история, вот еще раз подчеркну, это про россиян. То есть если Путин говорил, что он отправляется защищать русских в Украине, так вот мы видим, что происходит с этническими русскими непосредственно на территории российского государства. Никаких прав и... Да все показано. Все показано. И если вспомнить слова чеченских командиров, как они там собираются воспитывать МГИМО, где я неоднократно бывал, то это лишний раз говорит о том, что они там власть. Это, с одной стороны, опрични на Владимира Путина, с другой стороны, если так будет продолжаться, они будут контролировать все ветви власти. Короче, кадыровцев в России просто боятся все, в том числе чиновники высшего ранга, депутаты Госдумы, чиновники администрации президента России. И это, мне кажется, достаточно показательный момент. Но это сегодня красноречиво показало и мычание Пескова, который просто сказал, что он не хочет комментировать эту тему. То есть Кадыров посылает сигналы в Кремль, что я вам скажу? А Кремль своим молчанием ягнят только подтверждает, что твоя теория права. Спасибо огромное, Рома, за этот разговор. И крайне ценно, что ты нашел время в свой личный праздник. Оперативные новости, эксклюзивные видео, аналитические обзоры. Freedom of Telegram, только проверенная информация. Обязательно подпишитесь. Будьте в курсе всех событий. Ссылка на наш Telegram в описании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова